Поправками к Конституции изменения в законах в этом году не ограничатся. Путин распорядился собрать все поправки, которые не вошли в обновленную Конституцию, доработать и с их учетом изменить существующие законы. Срок до 15 декабря. Отредактированы будут около 100 законов. Минфин разрывает соглашение с Кипром, которое позволяло беспрепятственно выводить туда дивиденды. Этого требовал Путин, одновременно призывая повысить налог на такие транзакции до 15%. За 2018-2019 год на Кипр было выведено почти 3,5 триллиона рублей. Бизнес, тем не менее, лишившись Кипра, пролоббировал другое решение Минфина. Вывод дивидендов за рубеж останется бесплатным до 2024 года. Форбс тем временем пишет, именно выплата дивидендов российскими компаниями вызвала скачок доллара и евро на прошлой неделе. Получив деньги, инвесторы сразу же начали скупать иностранную валюту. В том же Минфине предложили увеличить налог на дополнительный доход для нефтяников. Мера за два года позволит пополнить казну на 140 миллиардов рублей. Одновременно решено сократить расходы на оборонку, которые урежут на 323 миллиарда. Ранее стало известно о сокращении трат на космическую программу. От нее отрежут 60 миллиардов. Польша оштрафовала «Газпром» на 50 миллионов евро. Причина — отказ сотрудничать в расследовании, которое Варшава проводит в связи со строительством «Северного потока-2». «Северный поток» в Польше считают созданием монополии на энергоноситель. В прошлом ноябре за это же была оштрафована французская НЖ, участвующая в проекте. В Норильске снова ЧП на объекте Норникеля. При ремонте на ТЭЦ-2 вспыхнул пожар, погиб рабочий. Причины выясняются, для потребителей последствий нет, заявили в МЧС. В Иркутской области тем временем утечка ртути на предприятии «Усолье Химпром». В воздухе превышение нормы в 367 раз, в воде — в 33 тысячи. По предварительным данным, источник загрязнения — цех электролиза, закрытый еще в 98-м. В России плюс 5394 новых заболевших. Это минимум с конца апреля. Минпромторг обещает серийный выпуск вакцин уже в сентябре, а к началу 2021-го планируют произвести несколько миллионов доз. США, Британия, Евросоюз и Япония зарезервировали за собой полтора миллиарда доз вакцины, пишет Bloomberg, и предполагает, что поставки будут монополизированы. В Подмосковье отменили двухнедельную обсервацию для приехавших из-за границы, но обязали в течение трех дней сдать тест на ковид и разместить его результаты на госуслугах. Власти Абхазии заявляют, что наплыв российских туристов, которым открыли границу, приведет к коллапсу в местных больницах. В Турции заявили, что не будут закрывать отели, если среди постояльцев кто-то заболеет. Вместо этого их будут закрывать в специально оборудованных изоляторах. Рошаль тем временем назвал эпидемию репетицией биологической войны. И призвал не спешить со снятием ограничений. В Берлине 20 тысяч вышли на улицы против возвращения карантина. Deutsche Welle сообщает о 45 пострадавших полицейских. На Украине власти Луцка и Тернополя отказались подчиняться Киеву, который потребовал снова вернуть карантин в этих городах. Мэры заявили, что это приведет к экономической катастрофе, а решение назвали политизированным в обоих городах у власти оппозиция. В Британии осенью сменится глава разведки. Им станет тюрколог Мур, который 4 года был послом в Турции и организовывал прием Эрдогана в Королевском доме. Мур не раз бывал и в Баку. По мнению британских СМИ, работа МИ-6 будет переориентирована с борьбы против исламистов на борьбу против Китая и России. Сирийские курды заключили договор с неназванной американской нефтяной компанией о модернизации нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Сделку одобрил лично Помпео. В Дамаске ее назвали сделкой между ворами и обвинили курдов и американцев в грабеже и покушении на суверенитет. В Афганистане тем временем боевики, запрещенные в России ИГИЛ, взяли штурмом тюрьму в Джалалабаде, где содержались 2000 заключенных. Вернуть в камеры удалось лишь 1000. На Землю вернулся экипаж Crew Dragon, первой коммерческой миссии на МКС. Маск тем временем заявил, что вложил 100 миллионов долларов в создание чипа, который будет вживляться в мозг и позволит слышать звуки за пределами привычных частот. Конечная цель, по словам Маска, связать напрямую мозг и компьютер. Подписчики сообщают, в Санкт-Петербурге уничтожают речной яхт-клуб профсоюзов, крупнейший в европейской части России. Городские власти выдали предписание убрать все суда и очистить экваторию. В кружках и школах, расположенных на Петровской косе, заявляют, что еще с 90-х отбиваются от попыток захватить участок дорогой земли. Сам клуб основан еще в 1860 году. Патриарх Кирилл призвал прихожан не верить слухам о своем богатстве. Заявление прозвучало после расследования The Bell, который узнал о вилле патриарха под Санкт-Петербургом за 3 миллиарда рублей, а также о самолете за 43 миллиона долларов. Кирилл называет все это компроматом, цель которого – разрушить доверие между народом и церковью. Санкт-Петербург Санкт-Петербург Продолжение следует... Продолжение следует...